Юбиляру 95, но несмотря на нелёгкую жизнь, Андрей Петрович выглядит и чувствует себя гораздо моложе. На вопрос о секрете долголетия и в шутку, и всерьёз отвечает – жена попалась хорошая. Многое может рассказать о прошлом в подробностях. Что родился на вербное воскресенье, как закончил пять классов польской школы, отучился на столяра, а потом отработал более 30 лет машинистом мотовоза на железной дороге. Посадил десятки деревьев, вырастил сына и дочь, построил дом своими руками. На будущее далеко не загадывает, но смотрит в него по привычке, с оптимизмом. Как мне говорят, что много жить. Я говорю, я много Бога просить не буду. Знаете, почему? Что мне сделало Бог, как золотая рыбка хотела океаны, это было корыто. Я попрошу на два, а посещай на два. А можно? Я нам желаю за 90, а вам всем и моим надо хотя бы 102. Это человек, который тоже его жизненный путь наполнен тем же самым подвигом и примером подвига, верность любви к родине, патриотизма. О том, который в августе 1944-го был 18-летним парнишкой призван в ряды Красной Армии. Ну и после службы в вооруженных силах он преданно, скажем, работал 31 год на Белорусской железной дороге. Поэтому в его лице хотим выразить тоже благодарность и поздравить его с наступающим праздником Победы, поздравить его с днём рождения. В день рождения вспоминали и испытания, которые выпали на долю именинника. Окупация, участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной и ранения оставили неизгладимый след в душе. Но как бы ни было трудно, своей 95 Андрей Петрович с нетерпением ждёт День Победы. Активен и самостоятелен, управляется по хозяйству без помощников, принимает участие в общественной жизни, занимается патриотическим воспитанием молодёжи и любит петь. Его жизнь – пример силы духа, стойкости и оптимизма для всех нас. Я вот сейчас шла на мероприятие и подумала. В феврале отмечали 95 лет Мельнику Николаю Никитовичу, ветерану войны, в марте Долгову Ивану Семёновичу, а вот сегодня Андрей Петрович Базильюк. Мы пригласили на это мероприятие и представителей того коллектива, в котором он очень много лет работал. Это в основном коллектив железной дороги Брестского отделения, Белорусской железной дороги, школу, где он часто бывает, где он проводит первые уроки и участвует в мероприятиях, связанных с последним звонком. Профсоюзы наши, Береса. То есть, когда речь идёт о юбилее, мы все вместе. ПЕСНЯ А сам юбиляр тепло и радушно встречал каждого гостя. Благодарил за внимание, пожитейски мудро и с юмором рассказывал о себе. Любовь к жизни, стойкость духа ветеранов – пример для каждого из нас. И пока среди нас есть такие люди, жива связь эпохой поколений. А потому добрая традиция уделять им особое внимание не прервётся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова